Татьяна Васильева, известная актриса, недавно рассказала в интервью, как Наталья Гундарева отвесила внушительную оплеуху коллеге Татьяне Дорониной. Все вместе они служили в труппе театра Маяковского. Гундарева была младше Дорониной на 15 лет. Что же произошло между двумя знаменитыми советскими актрисами? Откуда такая неприязнь? А все началось еще в начале 70-х. На тот момент уже прославленная Доронина ушла в труппу Маяковки из Махата. Ей тогда было под 40 лет. А перед этим за год в театре появилась молоденькая Наташа Гундарева, только окончившая Щукинское училище. В первом театральном сезоне главных ролей ей не давали, но она себя прекрасно зарекомендовала как актриса второго плана. Режиссер Гончаров разглядел в ней талант и понял, что Наталье под силу серьезные роли. Накануне следующего сезона он готов был доверить Гундаревой главных персонажей в спектаклях. Но тут в театр пришла знаменитость – Доронина. Все поняли, что на несколько ближайших лет именно ей предстоит быть примой Маяковки. Атмосфера в труппе была крайне напряженной. Гундарева по-тихому ненавидела соперницу. Ответная реакция Татьяны Васильевны была такой же – она считала Наталью неопытной выскочкой. В конце 70-х Доронина перестала находить общий язык с режиссером. Он требовал от актрисы определенной игры, часто вступал в перепалки, а она не уступала и спорила в ответ. В итоге ведущие роли все чаще стали доставаться Гундаревой. Она дождалась своего часа. Как потом писал журналист и биограф Федор Розаков в своей книге «Богиня советского кино», цитата, «стала тесно двум звездам в одном театре». Их положение в труппе теперь кардинально поменялось местами, но Татьяна Васильевна не собиралась оставаться на вторых ролях. Как-то раз на репетиции она отпустила в адрес Натальи очередное нелестное замечание. Гундарева в ответ подошла к приме и влепила пощечину прямо на сцене. Режиссер Гончаров попытался сгладить этот инцидент. Вскоре Доронина договорилась о возвращении во МХАТ с художественным руководителем Ефремовым. Так, с 83-го года ведущей актрисой труппы театра Маяковского стала Наталья Георгиевна. До самой смерти в 2005 году она не сдала свои позиции. А все режиссеры страны тогда знали, что в свои фильмы одновременно звать Гундареву и Доронину нельзя. Узнав про друг друга, они никогда не дадут согласия на съемки.